Сражение через любовь Твою Сражение через любовь Твою Сражение через любовь Твою Я одену одежды Твои И пойду по воде Аллилуйя! 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 Доброе утро! Доброе утро! Кто уже проснулся! Кто уже присоединился! Доброе утро! Ну или доброго времени суток! У кого-то вечер как раз! У кого-то ночь! У кого-то уже день уже! На Дальнем Востоке там уже день уже! Япония! Страны восходящего солнца! Так что всем привет! Святым всем! И в странах восходящего солнца! И в странах заходящего солнца! И у нас здесь тоже! Все классно! Спасибо тебе Господь! Спасибо! Благодарю тебя! Да! Доброе утро, Сережа, дорогие! Доброе утро, дорогие друзья! Всем большой шалом и стулы! Храни всех Господь! Иночка! Шалом! Аллилуйя! Молодец! Да, что присоединилась! Да, привет всем! Я... Ой! Уже устал, честно говоря, здесь без тебя! Такое ощущение, что вот как вот умер и вот... И... Нахожусь вот здесь, да... Ой! Господь помилуй! Благослови! Благослови, Господь! Благослови! Да, пусть Бог тебя благословит! Детишек, внучат наших! Молюсь, благословляю! Да! Уже, надеюсь, уже скоро! Пока что-то пастор не отвечает с Белгорода! Вот! Жду сообщений, все! Вот! Ну, ладно! Бог все усмотрит! Иеговы Ира! Господь все усмотрит! Да! Спасибо тебе, Господь! Спасибо за все! Спасибо! Да! Доброе утро! Дети Божьи! Да! Вчера... Вчера читал слово! После собрания! Затянулось там! Значит, так получилось! Я и много свидетельствовал! Потом еще общались, кушали! И вот и... Приехало уже со служения! Привезли меня уже буквально перед эфиром! Интересно очень! Да! И слово, которое Бог дал! Я думал там сказать! Вот! В Борисполе! Но там не получилось вчера это сказать! Потому что вчера я свидетельствовал! Кто смотрел трансляцию там! Я вчера свидетельствовал! И я первый раз был в этой церкви! И я понимал, что по ходу уже проповеди, да! Я понял, что им сейчас не нужно даже сейчас вот это слово! Им нужно свидетельство! Доброе дня! Всем сегодня милости от Господа! Валентина пишет! Да! Аллилуйя! Поэтому я им вчера свидетельствовал! А уже слово сказал вечером на трансляции! Вот! И я уже по ходу вчерашней трансляции понял, что как раз это слово не для Борисполя, собственно, а для трансляции было! Вот! Получается так! Вот! Я-то думал для Борисполя! Ну, мы мало ли что думаем, да! Предполагаем! Господь нами располагает! И вот! Просто интересно так! Слово вчера даже на обложку я поставил как раз! 2020, да! Как раз и год у нас 2020 такой! По гражданскому исчислению! 2020 год! И второе! Паралипоминон 2020 как раз поставил! Вот этот вот прям! И что это исполнится! Хотя год уже идет к концу как бы! Уже дело, да! Вот! Но что-то произойдет такое удивительное! Я думаю опять-таки в этом году! А там не знаю! Но! Слово о сражении! Таком духовном сражении! Очень непростом сражении! Спасибо Господу за все! Да! И вот эту песню вспомнил! Что сражение через любовь Божию! Я как-то пел ее! Сегодня хочу пример привести просто! Сегодня я хочу немного продолжить! И пример привести! Который еще весной приводил! Роза должна помнить! Там еще кто! Сестры, братья! Кто подключались тогда! Да! Помнят этот пример! Из истории там христианства! Пример приводил! И не только! Из своей жизни пример приводил! Вот сегодня хочу тоже продолжить это! Да! Спасибо тебе Господь за все! Спасибо! Благословенный Господь! Благословенный Царь наш! Слава тебе и хвала! Слава! Спасибо тебе за этот день! Как сказано в слове твоем! Был вечер и вот утро! Да! Еще один день нашей жизни! Спасибо тебе! Благословенный Господь наш! Благословенный Бог! Да! Доброе утро! Дорогие братья и сестры! Шалом! Всем! Ольга пишет! Да! Шалом! Сестры! Дорогие братья! Да! Светлана! Всем привет! Всех благ! Аллилуйя! Да! Там вижу сообщение пришло от Светланы как раз! Но уже сейчас! Потом почитаю уже! После уже трансляции! Вот! И! Да! Так что! Ну а Светлане доброе утро! Ой! Добрый вечер! У нас утро! Значит на вечер получается! Вот так вот! Спасибо Господь за землю нашу большую! Действительно! Да! Спасибо Господь! Доброе утро Виталий! Да! Пишет! Да! Слава Богу! Доброе утро! Добрый вечер! Добрый день! Доброй ночи! Короче! Доброго времени суток! Всем! Всем святым! Радоваться! По всему лицу земли! Да! Спасибо Господь тебе за все! Спасибо! Спасибо дорогой! Спасибо возлюбленный! Спасибо! Спасибо! Благословенный Царь наш! Благословенный Бог наш! Мы в сражении на самом деле! Но это сражение оно совершается! Это твое сражение! Больше или меньше! Но оно так или иначе! Оно твое! Так или иначе! Но оно твое! На самом деле! С нашим участием! Или с нашим максимальным участием! Или с нашим минимальным участием! С нашим символичным участием! Или с таким очень сильным практичным участием! По-любому это Твоя война, Господь По-любому это действительно Твоя Война, Твое сражение И для нас, новозаветных верующих Как Божий день ясно, что это сражение через любовь Твою Как в этой песне пелось, споется Так и есть В сражение через любовь Твою Мы в сражение через любовь Твою Мы в сражении через любовь Твою Идет сражение через любовь Божию Война идет, братья и сестры И эта война Его И она идет через любовь Его, да, действительно Это сражение Аллилуйя Сам вознес, да, аминь, аминь, аминь Ранами исцелились, да, аминь, да Спасибо, Господь, что ранами Твоими исцелены Да, это сражение, действительно, да Оно Тобою побеждено уже, оно выиграно Тобой, да Это сражение на Голгофе, на кресте И оно продолжается сейчас в нас На этой земле, Господь Удивительное сражение Спасибо Тебе, Господь В первую очередь здесь и здесь Я одену одежды Твои и пойду по воде Сквозь волны, сквозь бурю, сквозь тьму К Тебе, в Тебе Аллилуйя Я вижу Тебя впереди Ты капитан Любви Я слышу Твой голос ко мне Ты говоришь Иди, иди по воде Аллилуйя Да, он такой интересный Иди, говорит, иди Как Просто иди Шалом Арсений пишет Да, слава Иисусу Христу Да, слава навеки Богу Святому Шалом Воистину Спасибо, Господь, за все Спасибо Дорогой, спасибо, любимый Господь Спасибо Драгоценный Спасибо Благословен Царь наш Благословен Господь наш Благословен Бог наш Аллилуйя 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 Сражение Через любовь Твою В сражении Через любовь Божию Сражение Через любовь Твою В сражении Через любовь Божию Я одену Одежды Твои Одежды праведности Сам Иисус Христос Он наша одежда Универсальная Универсальная Прекрасная одежда Сам Иисус Я одену Одежды Твои И пойду По воде Сквозь волны Сквозь бурю Сквозь тьму В тебе И к тебе Аллилуйя Я вижу тебя Впереди Ты капитан Любви Да Его корабль Так и называется Любовь Аллилуйя Я слышу Твой голос Ко мне Ты говоришь Иди Иди По воде Аллилуйя Не смотри на воду Смотри на капитана Смотри на него Да Да Ой Как рассказывают Да Эти Канатоходцы Там всякие Ходящие там По этим Всяким Балкам Лазящие там На верхах По небоскребам Главное Не смотри вниз Говорит Смотри Вот на цель В их жизни Работает это Они не падают Как-то Идут По канату На такой высоте Прям С земли Смотришь Голова закружится Думаешь Как он там Идет По этой жердочке Какой-то А он Учится Вначале смотреть Оказывается Не просто ходить А смотреть На цель Потому что Если он будет смотреть Мимо цели Он грохнется Он упадет туда Куда он смотрит То Я Не занимался Никогда верховой Ездой На коне Лишь один раз Сидел И то для Фотографии Просто Вот Еще Школьником Ну как бы Я Ковбой Но Предпочитаю Больше железных Коней Чтобы под капотом Было много Лошадок А так вот На коне Да Но рассказывают Когда Конные прогулки Эти Вот на Кавказе Как раз На Кавказе Конные прогулки А там Через ущелье Через такие Перевалы Это прогулка Есть разных Уровней Сложности Вот И бывает Так что Люди Новые Как бы Да Еще Особенно не Освоившие Езду Верховую Вот Но как бы Хотят уже На сложную Какую-то Прогулку Выехать По горам Вот То там Инструктаж Инструктирует Этих Людей Берут Их Да Значит Там Инструктируют Смотреть туда Куда ты едешь Если Значит Какой-то перевал Ущелье Пропасть Там Значит Надо смотреть Не в пропасть А смотреть туда Куда ты едешь Потому что Самое странное Даже лошадь Каким-то образом Лошадь Становится Твоими ногами Лошадь Чувствует То Что ты хочешь Интересно И если ты Смотришь Куда ты смотришь Туда и лошадь И пойдет Короче Каким-то образом Интересно Ты можешь И себя погубить И лошадь погубить Представляете Надо смотреть Не туда Значит Мимо цели А туда Куда ты сейчас едешь Интересно Я слышал Такой инструктаж Просто Я думаю Вот это Да Казалось бы Лошадь Живое существо Но она настолько Доверяет ездоку Да Вот получается Что Даже готова Рисковать Своей жизнью Но чтобы вот Ехать так Как вот хочет Ездок Этот Ну кто там Интересно Вот А капитан нашей любви Это сам Иисус Смотрим на него И идем по воде В сражении Через любовь Твою Мы в сражении Через любовь Твою Идем по воде Божию Я одену Одежды любви И пойду По тропе Сквозь боли Сквозь войны Сквозь тьму В тебе За тобой И в тебе И если И если В нелегком Бою Не дойду Упаду Я знаю Ты поднимешь Меня Через Любовь Свою Мы в сражении Через любовь Божию Сражение Через любовь Твою Идет в сражение Через любовь Твою Сражение Через любовь Божию Я одену Одежды твои И пойду По воде Сквозь волны Сквозь бурю Сквозь тьму К тебе И в тебе Я вижу тебя Впереди Господь да Ты капитан Любви Я слышу Твой голос Ко мне Ты говоришь Иди В сражение Через любовь Твою Сражение Через любовь Божию Сражение Через любовь Твою Сражение Через любовь Твою Сражение Через любовь Божию Божию Аллилуйя Слава тебе Господь Святой Слава Слава тебе Господь Благодарю тебя Братья Сестры И вчера Я начал читать И читал 20 главу Не знаю Вчера воспринял это Как пророческое Такое Послание Я думал делиться этим Там в Борисполе Но не пришлось там делиться на самом деле Уже по ходу проповеди Я до последнего думал, что буду делиться с ними Такими серьезными откровениями Но когда уже Начал свидетельствовать Я понял по ходу проповеди, что Это не для них сейчас Им сейчас это не надо Им сейчас Это хорошая церковь, классная церковь Да, классный пастор Они классные Но это сейчас не для них вообще Вот И поэтому я не останавливался Я пару попыток сделал Опять Вернуться к слову Которую Бог дал Но Я понимал это На сухую Когда начинаешь говорить И понимаешь Дух Святой не говорит Он не хочет дальше говорить это Я не хочу без него говорить Потому что без него На сухую все это Вообще на сухую Это все это Не знаю Суш Шалом Елена пишет Да И Елена Сердечки Весна Да Слава Богу Да Шалом всем святым в Москве Радоваться Еще говорю Радоваться Аллилуйя И Вот это слово Вчера Я воспринял Как такое Пророческое даже 20 глава 20 стих Вот Как год В гражданском календаре 2020 Нынешний И вообще И вообще 20 глава Второй Пролипоменон Как раз вот Вторая Пролипоменон 20 глава Вчера читал я Да С первого стиха Сначала самого Об Иосафате О том Как пришла проблема Огромная На царя Иосафата На Иерусалим На всю Иудею Война Собралась Армия Армия Огромная Мавитяне Аманитяне Жители Сеира Короче Там собралось Народу Есть разное Даже мнение Историков Библеистов Толкователей Еврейские Предания Очень разные Есть Вот Но Есть мнение Что вообще Чуть не фантастическая Армия Прям Огромных масштабах Которые Ну Шапками закидали Просто Иерусалим Как говорится Просто шапками Закидали бы И Они Хотели пройти По всему Израилю По всей Иудее Вот И просто Евреев Как таковых Вообще Поизвести Такой Холокост Строить Хотели И То есть Тотальное Истребление Еврейском Населении Хотя Евреи В свое время Прошли Мимо Да Мавитяна Манитян Не тронули их Жители Сеир Не тронули Да Интересно И Война была Такая Нешуточная Чисто По-человечески Как вот Читали мы Да Царь Ясофат Он понимал Что шансов У него Просто ноль Вообще Для победы Ну как 300 спартанцев Против Огромной Армии Короче Вот эта Огромная Армия И 300 Вот этих Спартанцев А это Как бы 300 Евреев Допустим Представить себе Ну как бы Что было Понятней То есть Шансов У Ясофата Не было Это просто Была бы Бойня И просто Напросто Евреев Просто всех Коноктю Просто Вырезали бы Все И Иудея Была Да В страхе В ужасе Вот Царь Молился Господь Ответил Очень интересно Царю Народу Всему Дух Святой Проговорил Очень интересно Божий Дух Проговорил И Вчера Я когда Это все Снова Перечитывал Не знаю Десятки раз Когда это все Перечитываешь Каждый раз Я Свидетельствовал Об этом Вчера Тоже Да Знаете Прям аж Шер с дыбом Поднимается Просто Вообще Ну просто Ну в таком Не просто Мурашки Да А вообще Просто Я понимаю Что это Это настолько Чудо Имеющее Отношение Конечно Не только К той Войне Но вообще Кое что Показывающее Нам Это чудо Которое Показывает Нам Что вообще Всякая Война По сути Это его Война Разные Битвы Есть В нашей Жизни В некоторых Битвах Мы принимаем Активное Участие И нам Кажется Что это Мы одни Сами Сражаемся На самом Деле Это просто Наше Активное Участие На самом Деле Война Все равно Господня Это его Война В некоторых Битвах Мы мало Принимаем Участие В некоторых Вообще Минимальное Наше Участие Но По-любому На этой земле Что происходит Это его Война Это его Сражение Удивительное Сражение Через Любовь Божью Вчера Мы читали Да 20 Это глава Рассказ Потрясающий Впереди Поставили Левитов Певцов Они Молились Они Тоже Причувствовали Левиты Причувствовали Победу Прословители Они Всегда Более Чувствительные Они На передовой Музыканты Певцы Вчера Я Уже после Эфира Молился Знаете Что О чем Молился Вот Короче Тысячи И тысячи Музыкантов Певцов Будут На полном Содержании Церквей И будут В полном Служении Выйдут В полное Служение Тысячи И тысячи Огромное Количество Просто Не как Сейчас Сейчас Тоже Много Певцов Музыкантов Но Это будут Огромные Финансы Церковные Которые Они как бы и церковные и не церковные Но божьи Божьи финансы Одним словом Не обязательно они в руках церковных служителей Не обязательно они в руках прям в кассе церковной Но они божьи финансы Они в кассах Разных может быть людей Это все божьи финансы Одним словом И вот эти финансы будут высвобождены Огромные Которые перейдут в руки праведников Они сейчас еще в руках нечестивых Но они перейдут в руки праведников И в последние дни Перед пришествием Господнем Это совершится Будем так говорить по всей земле В разных странах Больше или меньше это будет происходить по всей земле И в свободном мире сейчас И в не таком стиле свободном мире Во всем мире Будет переходить И это будет помогать освобождению народов Вообще Всякая тирания просто будет падать Друзья, это потому что Действительно это знамение времен Уже не одно столетие Всякая в роде тирания падает Еще со времен американской революции Действительно всякая тирания падает И просто люди ожидают Другой тирании любви Так можно выразиться Совершенно другой формы правления Машиаха Интуитивно просто Интуитивно народы экспериментируют Народы ожидают Думают Будет народы власти Будет там демократия Будет там коммунизм Что социализм Что угодно Но на самом деле Любая форма правления Человеков Она несправедлива И несовершенна Все равно Но совершенная форма грядет Правление Совершенное управление Это управление Машиаха Это сам Христос Мы говорим Гряди Господи Иисусе Возвращайся Он грядет Спасибо тебе Господь за все Спасибо Это будет совершенная форма правления И пред его пришествием Эти Происходят Во-первых Да Вот это вот Движение народов Порой Не в ту сторону Но по крайней мере Люди хотят свободы Это показано Это видно Даже вот в тихой Такой Белоруссии Как вот говорят Там в Брюсселе Там писающий мальчик Есть Статуи Да Писающий мальчик Я смотрел Кстати Или где там В Брюсселе Я забыл уже Где там Показывали мне Братья возили Как бы экскурсии Такие просто делали Показывали все И там показали Ну просто писающий мальчик Я думал Это будет какая-то Такая статуя Большая Там она Как-то маленький Ну да Мальчик Писающий мальчик Вот значит И Есть такая Была такая шутка В Белоруссии Поставили памятник Терпящий мальчик Или терпящий мальчик Вот да Значит Хочет писать Но терпит Как бы Это как вот Как бы Душу народа Как бы да Значит Памятник Показывает Терпилово говорят Или терпящий мальчик Да вот Но даже и они Даже терпеливые Самые терпеливые Во всей Восточной Европе Это точно Самые терпеливые люди Вообще Белорусы Это Кто знает Кто бывал в Белоруссии Те знают Да Кто имел общение с белорусами Те понимают Что это самые терпеливые люди Наверное, я так подозреваю Не только в Восточной Европе Подозреваю, что вообще во всей Евразии Ну, про Азию Я вам не скажу за всю Евразию Вся Евразия Очень велика Но, по крайней мере Вот эта часть Евразии Она точно Европа, наверное, точно В Европе, в Европе, в европейской части Точно, наверное, они самые терпеливые Даже у них терпение лопнуло Там, батька уже почти 30 лет Уже сидит, уже с ума сошел Уже просто говорит Даже меня убьете, я все равно буду власть держать Представляете, с автоматом ходит Против мирных людей Он уже просто все Не просто рехнулся, а уже все полностью Деградировал человек То есть власть настолько, деньги власть настолько развращают Что человек уже Даже самый, вроде бы, порядочный Он становится просто Сумасшедшим от власти денег Самое интересное Ну, особенно власть Власть пьянит настолько, оказывается И самое интересное Если в прошлом столетии это было не так очевидно То сейчас, уже в начале 21 столетия Становится всем ясно, что это ненормально Один срок отбыл Уже маленько, уже что-то есть Да, значит Второй срок, все Надо просто увольняться сразу же После второго срока президентства Надо, премьер-министр Надо просто уходить Потому что это дурман Это хуже всякого наркотика А почему это Бог показывает в последние времена Потому что он грядет Потому что человекам не под силам нести эту ношу власти Только это Вся власть Иешуа Наши предки писали плакаты Вся власть Вся власть Советов Вся власть Ну, мои, по крайней мере, писали предки Да, по отцовской линии Были революционеры Бабушка, дедушка Прабабушка, прадедушка даже При царе сидели за революцию Да, делали революцию Владимир пишет Аминь А действительно На самом-то деле Дело не В Януковиче, Порошенко, Зеленском Или где-то еще, да Владимир, правильно А дело-то в чем? В том, что Иисус грядет Что его совершенная форма правления Ему лишь под силой форма правления Поэтому, да Как поется Не журится, хлопцы Любые хасиды Скоро прийде наш Машиах Будемо родить Аллилуйя Не журится, хлопцы Любые хасиды И цадики и хасиды Аллилуйя Скоро прийде наш Машиах Будемо родить Ай-яй-яй-яй-яй-яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй Ну где музыканты когда не нужны, а? Не журите, хлопцы, любые хасиды, скоро прийдет наш Он грядет, он грядет, и пред его пришествием, действительно, да, огромное движение финансовых потоков будет. Совершенно сверхъестественное огромное движение, это будет знамением его пришествия, действительно, да, это так, движение в народах, это так, это происходит уже и будет происходить, еще большее движение народов вообще. Поэтому тиранам еще в 20-м столетии было более или менее комфортно, в 21-м уже некомфортно. Людям нужно молиться и спрашивать волю Божью, а не на Майданы прыгать. И на Майдане надо прыгать, и везде прыгать надо, славить Бога, молитвенные Майданы нужны, вот, молитвенные Майданы. Слава Богу, чтобы славить Господа, вот в чем нужно. Сейчас молитва, она совершает чудеса. Молитва сейчас нужна в народах, действительно, прославление, молитвенные Майданы. Поэтому, да, за Беларусь молюсь, чтобы люди выходили, чтобы действительно, пусть там даже миллион выйдет, но чтобы они молились, пели Богу, прославляли Господа. Вот это самое великое оружие, это самое великое оружие против любой тирании. Да, и Господь будет совершать такое, что МВД, армии, все-все силовики будут между собой, будут там сражаться, все бюрократы, карьеристы, все-все-все, все враги просто перемешаются. И в конце концов, да, свобода. Вот через молитву, на самом деле, величайшее оружие, друзья, величайшее оружие, прославление Бога, величайшее оружие. Все остальное, оно так, сопутствует, сопутствует, да, но это самое великое оружие. Спасибо тебе, Господь. И когда взывали Господу, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, когда молились, прославляли Бога Святого, друзья, да, молимся Господу, да, будет волей Его, аминь, аминь. На всю Его волю, да, но есть совершенная Его воля, есть воля попустительная, да, на самом деле. Пусть Его, когда мы прославляем Бога, просто максимально возможна для нас совершенная Его воля, максимально совершенная воля для нас возможна, да, значит, она приходит в нашу жизнь. Чем больше прославления, хвалы этой, да, действительно, да. Аллилуйя. Да, да, и действительно, да, в этой хвале будет все рождаться. И вот эти тысячи музыкантов, певцов, прославителей восхвалять Бога будут, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И Бог будет давать как раз в этом прославлении и финансовые всякие чудеса, будет показывать, куда вкладывать деньги, куда не надо вкладывать, что скупать, а что надо, наоборот, сливать просто. Аллилуйя. Да, Яков пишет, да, аллилуйя за язык. Да, тоже языком своим, да, действительно, да, чудеса будем творить языком нашим, да. Потому что это орудие правды. Когда мы имеем ум Христов, и во Христе мы, да, на самом деле, о-о-о, это мощнейшее оружие, мощнейшее оружие. Во имя Иисуса Христа пусть всякая тирания падет сейчас. Прямо сейчас. Всякая тирания в политике, в религии, везде вообще. Свобода Твоя, Господь, народам. Свобода церквям, свобода народу. И верующим, неверующим. Твоя свобода приходит, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Господь наш. Благословен Царь наш. Благословен. Гряди, Господи Иисусе, благословен Ты, Царь наш. Благословен Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо за это величайшее сражение, частью которого быть великой честь, идти по воде, великая честь, Господь, действительно, да, быть частью этого сражения величайшего Твоего и восклицать, гряди Господи Иисусе, возвращайся, Господь Иисус, Аллилуйя. Но он вернется не как ягненок уже. Как агнец он был при первом пришествии. Но, да, второе пришествие будет совершенно иное. Иная ипостась, иной облик, иное совершенно все. Это лев из колена Игуды. Это слава народа Израиля. Если первое пришествие более имело отношение к просвещению всех народов, что и исполнилось на протяжении двух тысячелетий, свет Христов просвещал все народы земли, то второе пришествие будет больше отношения иметь, да, ко всем народам также, но в первую очередь это Израиль. В первую очередь это будет Израиль. Действительно, исполнятся все пророчества эти последние, которые ничего не исполнились. И он действительно славой народа своего Израиля станет. Иерусалим станет столицей Израиля не только для отдельных стран. Все народа признают. Просто снимут шляпы и признают, да, действительно, Иерусалим столица Израиля. И Израиль не та современная узкая полосочка, малюсенькая полосочка земли, за которую столько уже слез и горя было, значит, и крови пролилось. И даже эту полосочку земли и ту хотят сожрать враги. Вообще. Потому что этому миру, противящемуся Богу, ненавистна сама идея, что существует на земле еврейское государство. Но даже если еврейское государство перестанет существовать, ну, представим, пофантазируем, допустим, да, даже если, к примеру, сегодня объявят официально все Израиля, больше государства нет. Думаете, антисемиты успокоятся? Думаете, антисемиты скажут все, закончено? Нет. Нет. Пока даже один еврей на этой земле будет, хотя бы один еврей останется на этой земле, все силы ада будут в очень большом, будем так говорить, смятении. Дьявол не успокоится, пока даже один еврей на этой земле существует, хотя бы один еврей. Почему? Потому что это Божий голос этому миру, это Божий знак этому миру, спасение, Божий знак для всего человечества, что есть спасение, есть Бог живой, который действительно заботится обо всем мире, обо всем мироздании. Каждый человек. Но даже если пофантазировать, хорошо, все евреи исчезли вообще, всех евреев удалось истребить. Думаете, враг успокоится? Думаете, антисемиты скажут все, баста? Нет. Пока последний человек на этой земле существует, последний, неважно, какого национальности, какой народности, неважно, враг не успокоится. Почему? Потому что он есть человека-убийца от начала. Любой человек на этой земле, даже те, которые думают, что они служат дьяволу, сатанисты, там, прочие. Я встречался, общался с людьми, которые были, раньше были с поклонниками сатаны, были в разного рода культах сатанинских, откровенных культов. Вот. Или, бывало, пересекался как священник с теми, кто сейчас, ныне еще является членами этого культа. К сожалению, да. Да. Даже этих людей дьявол так же ненавидит, хотя их используют, но их колдунов всякого рода. И колдунов дьявол использует, но он их так же ненавидит. И дьявол не успокоится, пока последний человек на этой земле не исчезнет. Почему? Потому что любой человек на этой земле, он есть свидетельство Божьей заботы, Божьей воли. Каждый человек на этой земле, даже самый последний человек, когда на земле было человечество, всего ты да я, да мы с тобой, всего лишь Адам и Ева. Что думаете, дьявол, значит, он говорил, ну, это всего лишь двое. Даже двух, ну, хотя бы одного, хотя бы убью я. Хотя бы Еву. Но Адам настолько влюбленный. Я пойду вместе с ней. Я пойду вместе с ней. Но Бог по милости своей сделал так, что они еще прожили. Время изменил. Бог изменяющий время. Небесное время и земное время стало совершенно по-другому идти. И поэтому один день небесный стал почти тысячу лет для земного измерения. И поэтому Адам и Ева прожили, ну, де юре, они прожили меньше одного дня. Один день, неполный день. Но де факто в нашем измерении, в нашем временном потоке они прожили почти тысячи лет. И успели родить много. Тысячи детей рожали. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Святой. Спасибо, спасибо. Но даже если пофантазируем и представим себе, хорошо, дьяволу удалось уничтожить все человечество. Полностью искоренить. Думаете, дьявол успокоится? Думаете, враг скажет, все, баста? Нет. Пока последнее животное существует на земле. Пока последний кустик растительного мира. Деревце последнее. Травинка последняя. Балинка. Он не успокоится, пока не уничтожит все это. Потому что он человек-убийца от начала. И он лжец. И нет в нем неправды. Правды никакой нет. В нем неправда только лишь. Даже растительный мир весь уничтожит. Полностью в пустыню протит землю. Успокоится? Нет. Не успокоится. Сама земля ненавистна ему. Небо ненавистно. Звезды, луна, солнце. Все творение. Одним словом, здесь война идет со всем творением. В первом ряду всегда еврей стоит. Почему? Потому что Бог избрал для великого служения. Бог родил Израиль для великого служения. Это передовая. Поэтому да. Бог, души наши поместить, пожалуйста, в разные народы. Но если ты родился евреем, ты избран для передовой. Это не значит, что Бог любит больше того, больше, меньше того. Ни в коем разе. Бог любит всех. Он и есть любовь на самом деле. Просто кого-то избирает для передовой. Кого-то для тыла. Кого-то для снабжения. Кого-то для всего. Кого-то для передовой. Да. И самый передовой еврей из всех евреев, это сам Иисус Христос. Он на самой передовой. Он вождь нашего спасения. И он есть действительно свет к просвещению всех народов. И он есть слава народа своего Израиля. Аллилуйя. Поэтому антисемитизм, это тупизм просто-напросто. Это не от большого ума. Это вообще, это от просто, от ада. Спасибо тебе, Господь. Потому что наше дело, те, кто на передовой, не топить их, а наоборот, помогать. Помогать, благоставлять. Аллилуйя. Чтобы было благословение. Потому что у фронта нет никакой, вообще будущего никакого. Если тыл проклинает фронт, у них нет будущего. Они не победят никогда. Вот так что, да. Поэтому Израиль, он победит действительно, когда все народы благоставлять начнут. Аллилуйя. И Израиль будет благоставлять все народы. И народы будут благоставлять Израиль. И это должно совершиться, потому что Господь грядет. Господь грядет. И перед Его пришествием это должно совершиться. Спасибо тебе, Господь Святой. Мы должны осознать, что наше брание против плоти или крови. Наше сражение, оно гораздо больше. Намного больше, чем просто против плоти и крови. Да, вот читая Ветхий Завет, мы видим об этих войнах, вся история эти. Но правильно, да, мы объясняем это и буквальным толкованием. Конечно, да, была такая война. Это реальные люди, мавитяне, аммонитяне, жители Сеиры. Это не описано в 20 главе 2 Паралипоменон. Это не мифические создания какие-то. Это реальные были люди. Это реальные были царства, которые пришли воевать с Израилем. Их было много. У них было оружие. У них было все. Они были богаты. Они жиру бесились. Но они пришли уничтожать полностью Иудею. Полностью Иерусалим. Переписать историю по-своему они пришли. Знать или с силой оружия своего. Но сегодня мы понимаем еще и так, что это образ еще, для нас образ войны, великой духовной войны. Потому что по-человечески невозможно эту войну победить, в которой мы находимся сейчас. Мы все родились. И да, многие поколения уже рождаются и умирают на поле сражения. Во время этой войны, которой не видно ни конца, ни края. Хотя есть и начало, и конец этой войны. Но из-за того, что мы живем уже много, уже столетий, тысячелетий уже живем несколько в этом сражении. Почти 6 тысяч лет уже живем в этом сражении. Заканчивается уже вот, на днях уже заканчивается 5780 год от начала этого сражения. Потому что как только люди появились на свет, ой-ой-ой, недолго музыка играла, недолго продолжался праздник. Шаббат отпраздновали и началось, началось отпадение от благодати. И величайшее сражение, друзья, нельзя победить сражение, не разозлившись на противника. Друзья, нельзя выиграть битвы, не разозлившись на противника. Ты должен ненавидеть его. И знать, что победил Бог, победил Господь. Спасибо тебе, Святой, спасибо. Спасибо. И каждый исцеленный, больной. Вчера я видел, зашел в магазин, купил пиццу с грибами там, значит, как раз. Я знаю, что в воскресенье у них там скидки хорошие, этот Ворос, магазин. Зашел туда после, как раз вот, да. Благостровение, благострованный еврейский народ. Аминь, аминь, да. И человек на кассе, ну, соседний касса, человек, везут его на тележке, у него рука скрюченная. Так еще он весь сидит скрюченный. Я смотрю, и молиться, и не молиться. Молюсь, конечно, благоставлял его, конечно, благоставлял, но я говорю, Господи, ну вот, я хочу видеть такие чудеса, чтобы такие люди, раскорюченные все, чтобы они раскорючивались, чтобы они, скорюченные, раскорючивались. Чтобы они вот все согнутые, разгибались, чтобы вот это все, он изуродован болезнью этой страшной, чтобы он был нормальным человеком, чтобы он был здоровым человеком. Чтобы его эти одежды, кожаные, в которых он сейчас находится, которые изуродованы болезнью, чтобы они были здоровы. Аллилуйя. Не знаю, видимо, недостаточно еще я злой на это. Потому что каждый раз, когда чудеса происходят, я понимаю, что да, в этот момент ты ведешь сражение. Участник этого сражения. Но самое интересное, не в этом, а самое интересное в том, что любое это сражение, это его сражение, даже при нашем минимальном участии или максимальном участии. Но минимальное участие не имеется в виду, что меньше нашего побуждения, меньше нашего сердца. Нет, даже не поймешь, где больше нашего сердца-то приложено. Вот у Яссофата певцы стояли впереди, да, прославители. Они славили Господа. И Бог совершал чудеса в этом сражении духовном. Враги все перемешались. Они стали мавитяне, аммонитяне, они пошли на жителей Сеира. У них рознь началась, вражда. Потом они между собой стали убивать друг друга, пока все не погибли. Братья и сестры, хочу пример привести. Не знаю даже как. Вечером сегодня продолжу еще, наверное, да. Но сегодня хочу пример привести. Доброе утро, Руслан, да, доброе утро. Братья и сестры, доброе утро. Примеры хочу привести. Помните, как-то я весной рассказывал, из истории примеры приводил, из истории христианства. Тоже есть похожий пример. В Чехии, когда времена еще Яна Гуса, начало 15-го столетия, Гуса сожгли на костре в Констанции в 1517 году. 1400, извиняюсь. В 1415 году, да, начало 15-го столетия. Вот. И потом была война. Чехия, маленькая Чехия, отказалась подчиняться безбожному этому папе римскому, антихристу этому, тогдашнему. Потому что дух антихриста, да, он присутствует все эти почти два тысячелетия. И дух антихриста действует через религиозников, через политиков. Иногда больше через политиков, иногда больше через религиозников. А когда религиозник и политик совмещаются два в одном, то это просто самая такая питательная среда для как раз духа антихриста. И вот Папа Римский как раз был таким ярким, ну, представителем как раз духа антихриста, воплощением духа антихриста. Потому что и светская, и церковная власть была в его руках. Вот. И как религиозник и политик два в одном. И объединенной была Европа, да, под властью антихриста, Папы Римского. И маленькая Чехия, когда сожгли ее лидера, национального лидера, лидера не политического, даже не совсем религиозного, он не был даже епископом, он не был в иерархии, но он был духовным лидером, настоящим, правдочным лидером чешского народа. И он проповедовал, благовествовал, да, он был когда-то традиционным священником, да, католической церкви, но стал таким евангельским мыслящим, библейским верующим человеком. И там в Праге, в столице Чехии, в капелле этой Рождества, он благовествовал о Христе, и это преображало вообще нацию. Удивительное время было, это самое начало 15-го столетия. Еще за 100 лет до Лютера, за 100 лет еще до Лютера, все это уже происходило. Друзья, за 100 лет еще... Поэтому Яна Гуса мы называем обычно предтечей, или одним из предтеч Великой Реформации 16-го столетия. Ян Гус еще жил в эпоху Великой Деформации, но он был уже сыном Реформации, он был уже действительно... Он жил во времена деградации, но он уже был действительно человеком будущего, человеком действительно уже новой церкви, обновленной уже, да, реформации. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И когда его сожгли на костре, то Чехия в лице королевы и народа чешского, да, они заявили, что больше они папе римскому не подчиняются, они выходят из подвласти Антихриста. Доброе утро, слава Богу за все, Мария пишет, аллилуйя. Они там такой Майдан устроили, общечешский. Вся Прага была заполнена народом с разных городов, с разных крепостей, с разных сел. Ну, в основном сельская местность была, в основном. В основном были все деревенские люди в то время. Вот, они пришли, значит, там молились, и заявили тогда, значит, что все, Чехия отныне не подчиняется папе римскому, что он Антихрист, и они выходят из-под его власти. Что вся объединенная Европа, она пусть и остается в своем, но мы, Чехи, мы заявляем, что мы выходим. Я думаю, до конца они не понимали, конечно, что происходит, но Бог благоставил тогда их очень сильно. И королева чешская официально заявила, что да, весь народ соизволил, и она сама соизволила, что действительно удивительный пример такого народовластия, как бы, и сочетание, вроде бы, королевства, королевской власти, с одной стороны, с другой стороны, значит, народное изъявление. Интересное сочетание такое было. Да, значит, то есть это не самодержавие было. Вот. И что бы вы думали, отдаст ли Антихрист просто так целый народ, даже такой маленький, как чешский народ? Нет. Папа Римский заявил тогда, просто обезумев, да, власть закрывает просто деньги, власть закрывает в таком случае просто-напросто глаза. Слава Иисусу Христу, шалом, да, Дмитрий, шалом, шалом, воистину, шалом. И Папа Римский объявил крестовый поход против маленькой Чехии, друзья. И кто убьет хотя бы одного чеха, получит там прощение грехов. И все имущество чехов предавалось разграблению, кроме десятиных Папу Римскому. Противник побеждает только спокойствием, страшен гнев, спокойствием. Аллилуйя. И вот интересно, что собралась интернациональная со всей Европы армия против маленькой Чехии. Собралась интернациональная огромная армия крестоносцев. Мы обычно крестовые походы вспоминаем на Восток, которые были. Они, конечно, более протяженные, да, и зрелищные, конечно. Когда шли прямо с запада, на самый туда, на Ближний Восток, шли большие армии. Двигались, вот, и сражение шло. Но не надо забывать, что были еще и внутренние крестовые походы. Вот. Как правило, против безоружных людей. Как правило, против, как, допустим, Альбегойские войны, так называемые. Против мирного населения. Просто бойня шла настоящая. На юге Франции, допустим, значит, да, вот Альбегойские войны, так называемые. Это была просто бойня. На протяжении там нескольких лет просто бойня настоящая была. Когда там целые города вырезали. И представитель Папы Римского там на вопрос, когда генералы перед взятием некоторых городов, значит, говорили. Ну вот мы сейчас возьмем город. Как нам отличить, где там католик добрый, а где Альбегойц, где еретик. И представители Папы Римского говорили такие слова, что убивайте всех подряд. На небесах Бог разберется. Кто из них был добрым католиком, кто из них был еретиком. Вот. И крестоносцы эти так и делали. Вырезали целые города. На юге Франции города цены были вырезаны. Я не говорю про села даже. Села, как вот Хатынь была, вот, своего рода, да. Тоже вместе с жителями сжигали, собирали людей. Женщин, стариков, детей. Крестоносцы загоняли людей, этих французов, загоняли прямо в эти амбары. И поджигали. Вот. Крепости равнялись землей. Вот, значит, города равнялись землей. Вот, значит, уничтожали все живое. Заклятье. Папа Римский приказал. Больше миллиона человек было истреблено в то время. На юге Франции и север Италии. Вот, нынешней Швейцарии, там, значит, в том регионе. Во время этих, так называемых, альбегойских войн, крестовых походов. То есть, религия это страшная вещь. Страшнейшая вещь. Дух Антихриста, действительно, да, непощады не дает никому. Вот, и сама идея, что люди перестали молиться к Богородице, к святым, люди стали молиться только лишь к Богу, она настолько сильно раздражала Папу Римского. И Пап Римских, ни одного, ни двух, ни пять, ни десять, ни двадцать даже. Целое, ну, как бы это преемство нечестия. Потому что это дух нечистый. И неважно, какой человек, добрый он или жестокий, значит, там, умный или глупый, верующий, неверующий. И сам дух этот, он контролировал, манипулировал систему, эту страшную систему католицизма римского. Вот, на протяжении столетий это продолжалось, просто безумие продолжалось на самом деле. И вот в начале пятнадцатого столетия Папа Римский объявляет против Чехии крестовый поход. И это была легкая добыча, потому что рыцари Европы знали прекрасно, что у Чехии очень мало рыцарей, армии нету, фактически вообще, кроме охраны королевы и маленьких гарнизонов при каждом замке. То есть это легкая добыча вообще, и поэтому собралась огромная армия авантюристов, ну, там были и фанатики, конечно, религиозные, повернутые, которые хотели просто прощение грехов, индульгенцию получить, вырезав там побольше чехов. Были такие, конечно, безусловно, но чаще всего просто пришли люди пограбить. Почему? Потому что, я почему делаю такой вывод? Потому что следом за этой армией многокилометровые обозы шли, пустые телеги. Возницы. Почему? Чтобы грабить на добро и вывозить из Чехии. Представляете? То есть они уже многокилометровые обозы приготовили для грабежа. Поэтому это однозначно показывает, что большинство все-таки рыцарей были не просто фанатиками повернутыми на крестовых походах, а были конкретно просто мародеры, убийцы и грабители. И все просто, ну как бы, часто рыцари просто идеализируют, но там всякой швали хватало тоже немало. И вот, значит, не шевалье, а швали имею ввиду. Вот, значит, и интересно, что эти рыцари, объединенные Европой, там были испанцы, итальянцы, французы, разные немцы. Там были представители разных народов, всей Европы, представьте, собралось. И такая армия была против Чехии выставлена. Вы не поверите. Больше, чем все население Чехии вместе взятое. То есть на каждого солдата, папы римского, этого антихриста, даже по одному чеху не хватило бы. То есть у Чехии шансов ноль было. А представьте, отмотаем несколько лет назад, еще был жив Янгус. Еще до того, как его спалили. Он выезжал из Чехии, он прощался с Прагой, прощался с Чехией. У него была надежда вернуться, но она была очень слабая надежда вернуться живым. Вот, он понимал, что, хотя народ ожидал его возвращения, но он понимал, что как бы шансов у него очень мало вернуться живым оттуда. Ну, здоровым точно шансов не было. А вот живым очень мало было шансов вернуться. Вот, значит, и, потому что он ехал в Констанц на суд. Хотя была у него охранная грамота королевы, но этой охранной грамотой королевы Папа Римский подтирался и все. То есть она ему ничего не давала, Папе Римскому. Потому что он был все, король над королями, царь над царями, Господь над господствующим. Все, он считал себя, ну, выше всего. А сам Христос, это было для него лишь и Бог, это как вот рыбка для той обезумевшей старухи на посылках, которая. Вот, значит, и вот так вот. И самое интересное, перед тем, как Янгус, он покидал Прагу, да, покидал Чехию, он как раз проповедовал на тему как раз о посте молитвы, как раз и о Сафате. Брал примеры постов молитв, пример прославления, пример вот вообще смирения пред Богом, примеры молитвы к Богу. Потому что там в буквальном еврейском тексте, значит, а как раз Янгус изучал греческий, еврейский текст изучал, оригинальный. А в оригинальном тексте нам говорится, они не просто громко молились, громко славили Бога, как в разных переводах говорится. И в том числе в синодальном переводе говорится. Это неправда. Там написано, они кричали изо всей силы, они прыгали, они скакали, они кричали, вопили, посыпали себя, и они просто вопили, орали со всей силой. И даже тот, которым сошел Дух Святой, пророк, он просто кричал, кричал изо всей мочи. Это был крик победы, друзья. Крик грядущей победы. И дальше что произошло, друзья? Когда Чехия узнала, народ узнал, да, и королева чешская узнала, что идет огромная армия. О-о-о-о! Что шансов никаких нет на выживание. У них не было армии. У них не было денег, чтобы нанять наемников. Да и наемники, какие наемники пошли бы на такую авантюру? Одним словом, они поняли, что это заклятие. Что их должны просто-напросто, как заклятых, всех повырезать. Всю Чехию. Представьте, если бы тогда бы, в 15 веке бы, крестоносцы сделали бы свое черное дело, как им антихрист повелел, то мы бы уже не увидели бы больше с вами Чехии, не поели бы чешских блюд вкусных очень, да, пиво чешское там. Короче, Чехию уже никто не вспоминал бы вообще абсолютно, Боже. Все. Это была бы территория, допустим, Германии, или территория, там, не знаю, Словакии, или, ну, какого-то другого народа несло. Все. Чехия бы исчезла просто бы. Чешский язык, такой прекрасный, красивый чешский язык, просто исчез бы. Карл Готт, мы бы не услышали его прекрасного пения. Чехии бы исчезли просто-напросто. И вот самое интересное, представляете, когда королева объявила, и королевский двор был превращен, по сути, в молитвенную комнату одну. Большую. Было объявлено о посте молитве. По всей Чехии было объявлено о посте молитве. На протяжении трех дней полный пост был объявлен для всех жителей Чехии, потому что было объявлено, что все мы обречены на заклание. Все чехи обречены на смерть. Все должны были просто орать, вопить к Богу. И даже животных она приказала не кормить эти дни, чтобы и животные тоже вопили к Богу по-своему. Домашние там коровы мычали, орали к Богу. Потому что всех под нож пустили бы всех. И коров, и людей, и всех-всех-всех. Короче, три дня. Это был пост и молитва. Крик был по всему, по всей Чехии. Молились. Сама королева одела чешское, одела, она была из Англии, кстати, англичанка, одела просто крестьянское платье обычное. И придворные дамы все оделись в обычное платье, значит, да, и на дворцовой площади просто были в посте в молитве. В смирении. Пред Богом в смирении. Вот. И Ян Жишко, тогдашний, он был молодым генералом, он был охранником королевы. Он был ее целохранителем. И начальником охраны королевы. Вот. Ян Жишко собрал после этого поста и молитвы, собрал всех рыцарей, собрал все гарнизоны вместе. Но это была такая сгулькин нос, одним словом. Это была капля в море. Против всего множества. Это как буквально у Ясофата. Была история буквально как у Ясофата. Потому что огромная армия объединенной Европы. Больше, чем все население Чехии. И против них маленький отряд этот во главе с Яном Жишкой. Эти рыцари, они омылись, они уже пели уже погребальные песнопения. Они считали, что все, идут на смерть. Потому что, ну, решили просто умереть достойно. Просто дать бой, значит, потому что без боя погибать им было нечестие. И они оделись в белые одежды, уже как бы погребальные саваны. Вот. И пошли уже на смерть, по сути. С пением псалмов они пошли, значит, туда, на место предполагаемой встречи от противникам. А дальше было чудо, друзья. Это уже событие после трех дней поста и молитвы по всей Чехии. Дальше было чудо. Когда они прибыли на то место, нас возили. Там, это не так далеко от Праги. Ну, Чехия сама очень маленькая страна вообще. Очень маленькая. Вот. Там место, где дальше Германия начинается уже там. Там такая долина. Кстати, она похожа, очень похожа даже, ну, внешне. На долину Яссофата там вот в Израиле. Тоже такое полупустынное какое-то место такое. Плато такое, как бы будем так говорить. Ну, гористое, а там и плато. Значит, и дальше идут уже горы высокие. Там уже Германия уже. Там Новый штат-город, там уже Германия дальше идет. И вот на этом месте, исторически, вот там было чудо. Чудо, похожее на то, что произошло вот в 20-й главе. Да, просто крыша едет, дом стоит. Ну, у Антихриста, да, крыша едет точно. Вот. И что произошло? Когда Чешская армия подошла к этому месту, предполагаемому месту встречи с противником, они буквально, как в истории с Иософатом, они увидели полное поле мертвых рыцарей. Все это огромное поле. Мы не знаем, сколько было там мертвых. Мы не знаем, потому что учет не велся. Всех погребали, несколько дней погребали. Все это. Вот, множество оружия, одежды, все, повозки. Вся Чехия была в этих повозках, потому что все это было брошено. Кони, повозки, значит, мертвые рыцари. Что произошло? Не сразу люди поняли даже, что произошло. Почему они все мертвы? Вся армия мертва. Что случилось вообще? Что приключилось? Дело в том, что не все погибли. Оставшиеся в живых после этой бойни, безумной бойни друг с другом, оставшиеся рыцари и их солдаты бежали с позором по всей Европе, и они разносили страх и панику пред лицом Чехии. Разносили страх и панику, говорили, что здесь что-то ненормальное. Это какое-то наваждение. Папа Римский заявил тогда, что Чехия, мол, имеет дружбу с чертями, с бесами, с дьяволом, и, мол, они навели порчу на нашу доблестную католическую армию. А что произошло? А произошло вот что. Пока Чехия, они не с чертями водились, они Богу молились. Три дня постились и молились, будучи заклятыми со стороны этих антихристов. Они молились к Богу. И пока они постились и молились, оказывается, эти три дня Бог совершал чудо там, в стане врага. Они ложились на этом платое, это был последний привал, а дальше они пошли бы на всю Чехию просто бойней. И представляете, и в это время генералы, командующие этих армий, интернациональные Европы, объединенные под властью антихриста Папы Римского, они делили шкуру с неубитого медведя. Да, Алексей, да, спасибо за историю, да. И что произошло? Всем показалось им, что их обделили в этом дележе. Потому что им, само собой разумеющимся, казалось, что все, Чехия пала. У них шансов ноль. Они это прекрасно понимали. Вот, и они делили, чьи будут замки, чья будет Прага, чьи будут земли. То есть они знали, что добыча будет богатая. И понятно, десятина надо будет сразу отделить Папе Римскому всего, но все остальное, это будет их грабеж, их нажива. Они понимали, это легкая добыча, и стали делить все это. Потом всем казалось, что их обделили. Короче, они взялись за мечи, генералы стали сражаться. Их оруженосцы стали сражаться. То есть в ставке командующих этих интернациональной армии было сражение уже, битва. И знаете что? Накануне в этой, казалось бы, армии, которая шла единодушно, шла против Чехии, начались ссоры. Итальянцы, межнациональная рознь началась, буквально как в Вавилоне. Они стали между собой враждовать. Немцы стали на макароников, а эти, на итальянцев, а это макароники. Итальянцы на немцев, а это сосисочники, допустим. На французов, а это лягушатники. Короче, у них между собой началась такая вот терка. Она не доходила, конечно, до смерти, но начиналась. Обезумели от жадности, да. Вот это просто бесы раньше времени стали активизироваться. Почему? Потому что Бог позволил им это сделать. И потому что бесы также ненавидят тех, кого они используют. Они их также ненавидят абсолютно, сто процентов. И того, кто убивает, и того, кого убивают, дьявола также ненавидят абсолютно. И распинаемого Иисуса дьявол ненавидел. И распинателей, которые распинали Иисуса, дьявол их также ненавидел абсолютно. И Иуду Искариотского, значит, да, ненавидел дьявол так же, как и первосвященников, и тех священников, которые обезумели и орали, распни его, распни его, кровь его на нас, на детях наших. На этом поколении действительно кровь Иисуса была. И через 40 лет все это было, просто вылилось в ужасы разрушения храма и сожжения Иерусалима. Знаете ли, и дьявол их также ненавидел, абсолютно так же. И тех же римских солдат, которые исполняли этот приказ, да, значит, и казнили, и пробивали ребро Иисуса. Дьявол их также ненавидел всех, абсолютно. И знаете, что произошло, друзья? А Бог так же любит всех, и распинаемого, и распинателей, и тех же священников, и того же Иуда Искариотского. Бог всех обожает нас, всех любит, друзья. Но вот на земле здесь такое сражение идет. Слушайте, слушайте дальше, что было. Эти армии, объединенной Европы, под властью безбожного Папы Римского, этого Антихриста, они истребили друг друга. Они бились день, бились ночь, бились второй день. Настолько бились, что забыли, зачем они пришли. Они настолько вошли в этот раж, что они уже забыли, зачем они пришли вообще туда. И пока они не истребили друг друга фактически, уже последний день, когда уже битва, уже все, уже просто не было мочи сражаться, вдруг показалось людям, этим уцелевшим, что огромная армия чехов приблизилась. Хотя никакой армии не было вообще даже в Памине еще. Даже на горизонте не было. Потому что Янжишко только еще собирал свое ополчение. И это не огромная армия. Если бы они увидели бы чехов в том составе, в котором они пришли, рыцари сказали бы, а, вообще, это вообще ерунда. Как Голиаф издевался над Давидом, значит, да, белокурым мальчуганом, значит, да, с камешками, с палкой, как на собаку вышел. Вот так же бы они бы сказали бы. Но я верю, что это было видение сверхъестественное. Это не просто показалось просто обезумевшим от крови людям. Я уверен, что здесь было явление ангелов, которые как воины явились. Ангелы Божьи не вступали в сражение. Знаете ли, но они явились, эти ангелы. И когда вот это вот, ну, это мое объяснение. А так, одним словом, началась паника, известный факт. Уцелевшие в живых эти рыцари и их солдаты с позором бежали, бросив все, абсолютно все побросав, ускакали, убежали. Вот, значит, и по воске все бросив. И по всей Европе разнесся слух такой, что значит, что все, Чехия это нечистая страна, потому что просто мы обезумели и все друг друга истребили. Чехия, когда узнала об этом, когда донесли об этом в Прагу, ликовала. Несколько дней погребали тела умерших. Европа вооружила всю Чехию, потому что оружие было столько на поле сражения, что всем чехам досталось оружие. Мечи, копья, все-все-все-все. Оружие, повозок было столько великого множества. Яну Жишке Бог дал смекалку. Он молился тоже об этом, значит, и дал смекалку Богу, что эти повозки использовать как табры, передвижные крепости, которые двигались и передвигались. И у него идея возникла. Это по откровению после молитвы, кстати. И он стал эти повозки ставить кругом, и образовывались такие таборы, которые действительно передвижные крепости. И это сделало успешным сражение, дальнейшее сражение уже, когда им приходилось уже попотеть и кровушку пролить чехам. Но они выстояли, 20 лет выстояли, слава Богу, против всей Европы, маленькой Чехии. Но первое сражение было самое сверхъестественное. Оно показало, что действительно, да, силы хвалы и поста и молитвы. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, за все. Потом была вторая волна против Чехии. Вторая волна, она была еще более сверхъестественная. Но это уже, давайте вечером уже расскажу об этом. Вот. Вот. И также и свое личное свидетельство тоже скажу уже вечером тогда. Господь, спасибо тебе за все. Благодарю тебя за это утро доброе. Благодарю тебя, что ты и во времена Иосафата, и во времена Яна Жижки, и вот и сегодня ты тот же самый. И ты сегодня это сражение ведешь через нас, как вел тогда через Иосафата, как ее вел тогда вот сверхъестественно, да, вот в молитве, в посте в Чехию. И сегодня, Господь, мы славим тебя, прославляем тебя, и все враги трепещут. Мы прославляем тебя, и все планы врага перемешиваются. Мы славим тебя, и все силы ада просто приходят в движение, в битве против самих себя. Братья и сестры, бывшие сатанисты, оккультисты, бывшие колдуны и чародеи признаются, свидетельствуют часто об этом, да, я думаю, многие из вас слышали подобное свидетельство, что мир, в котором они жили прежде, этих нечистых духов, он ненавидит друг друга, этот мир. Они враждуют между собой. Колдун с колдуном. Конкуренция очень жесткая довольно. И эти духи нечистые, которые им, казалось, подчиняются, они между собой враждуют. То есть там, если Божий мир, ангельский мир, устроен на любви, то дьявольский мир, он устроен на ненависти, на взаимной ненависти и вражде. Мир оккультного – это мир вражды, ненависти, зависти, осуждения, значит, мир, который сам себя истребляет. Вот, но, да, значит, «Аллилуйя, люблю Чехию за твою победу в Господе». Аминь, 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 да, благостовен Господь, Бог наш, Бог Чехии, Аллилуйя, да, ты совершил великое чудо, Господь, спасибо тебе, спасибо, Бог этого мира всего, неба и земли, Аллилуйя, спасибо, великий Бог Израиля, Бог Иосафата, Бог великий, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Бог Мартина Лютера, Бог реформаторов, да, спасибо, спасибо. Когда Мартин Лютер читал об этом, и он беседует, Яна Гуса читал, то Мартин Лютер сказал тогда, сто лет спустя, он сказал, да мы все гуситы, мы все гуситы ныне. То есть за сто лет до Лютера Ян Гус поднимал те же самые вопросы реформации, просто еще тогда времени пришло для большой реформации, но в 16 столетии уже началась эпоха Великой Реформации. Уже больше пяти столетий продолжающаяся эпоха Великой Реформации, мирового христианства, обновление Церкви Божьей, возвращение к первой любви, восстановление, исправление, возрождение Церкви Божьей, Аллилуйя. На протяжении пяти столетий, уже более чем пяти столетий, возрождается Церковь Божья, Аллилуйя. Это хороший знак, Господь гряди, Господь гряди, слава Тебе, слава Тебе и хвала, благословенный Царь наш. И когда мы прославляем Бога, весь ад, он просто сдерживающий начало всякое уходит, потому что даже в аду есть среди бесов, среди нечистых духов, среди колдунов, есть сдерживающее Божье начало. Божья воля попустительная, даже она все равно сдерживает, но когда Бог убирает даже свое сдерживающее, то они в ненависть истребляют друг друга, бесы сражаются между собой уже. Вот, и мы знаем, что приводит весь ад в смятение, хвала, прославление Бога. Пойте Господу, друзья, пойте Богу, пример борьбы со злом в наше время, дайте и взывайте Господу, аминь, аминь, аминь. Хвалим Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, прославляем Бога. Нужны молитвенные майданы во всех народах, да, действительно, да. Прославление 24 на 7, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, прославление, восхваление. Вчера, когда был в Борисполе, вот, ну, я об этом мало сказал, но там чуть-чуть сказал, что вот действительно, это молитвенный терминал должен быть такой, созидаться, да. Наталья, аллилуйя, аминь, аминь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благословен Господь Бог наш, Царь всей вселенной. Слава Тебе, слава, слава. Аллилуйя, аллилуйя. Я одену одежды твои и пойду по воде, сквозь волны, сквозь бурю, сквозь тьму, к Тебе и в Тебе. Я вижу Тебя впереди, Ты, капитан любви. Я слышу Твой голос ко мне, Ты говоришь, иди в сражение. Через любовь Твою в сражении, через любовь Божию. В сражении, через любовь Твою, в сражении, через любовь Божию. Аллилуйя. Я одену одежды Твои и пойду по воде, сквозь волны, сквозь бурю, сквозь тьму, к Тебе и в Тебе. Я вижу Тебя впереди, Господь, Ты, капитан любви. Я слышу Тебя впереди, я слышу Твой голос ко мне, Ты говоришь, иди в сражение. Через любовь Твою в сражении, через любовь Божию. Сражение через любовь Божию. Слава Тебе, Господь Святой, слава, слава, слава и хвала. Благословен Царь наш, благословен Господь наш, благословен. Аллилуйя. Доброе утро, Просковий пишет, да, будьте благословенны, как радостно в душе. Дивный Бог живет в нас, слава Господу Отцу. Аминь, 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 да. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, братья и сестры, совершив хлебопреломление причастия, друзья, давайте. Пусть Бог благословит нас в нем пребывать живой. Аминь, 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 живой, да. Просковье, да, пишет, да, слава Богу. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, да. Господь живой, потому и мы живы. От авину хай, ам Израиль хай. Аллилуйя, слава Тебе, Господь Святой, слава Тебе, слава. Благословенный Царь наш, благословенный Бог наш. Спасибо Тебе, спасибо. Спасибо, Господь, за хлеб наш насущный, спасибо. Ты даешь нам хлеб из земли, благодарю Тебя. И Ты даешь плод виноградной лозы. Да, Господь. Великое чудо. Милуешь, питаешь нас. А наипаче благодарю Тебя за хлеб, который пришел с неба. Твой святой Божий хлеб и лозу Твою, небесную лозу, Иисуса Христа, Ишуа, Амошия. Ах, Иисус Христос, подлинно великая Твоя небесная лоза, а Ты, Отец, наш виноградарь, великий виноградарь, слава Тебе. А мы виноградник Твой, мы Твой виноград, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за все. Призре с небесе, Господь, и благослови виноград сей. Его же насадил десница Твоя, Господь. Да, десница насадила рука Твоя. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Святой. Благословен Господь Бог, наш Царь всей Вселенной. Тело Иисуса Христа, хлеб, да, тело Иисуса. Плод виноградной лозы, виноградный сок, но это кровь Иисуса. Я принимаю тело Христа и кровь Христа, принимаю, веруя, верую в то, что действительно, да, кровью Иисуса Христа я спасен, телом Иисуса, ломимом на Голгофе, да, и ранами Его святыми я исцелен, благословлен всеми благословениями в небесах. Слава Тебе, Господь, за все. Благословенный Царь наш, благословенный Господь наш. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу Святому, слава Богу, аллилуйя. Аминь. Пейте, ешьте, друзья. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Христос в нас, упование славы. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Господь. Спасибо. Аминь. Слава Святой. Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И великое служение примирения. Аминь. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, Господь, за тел и кровь Твоя. В сражение через любовь Твою идет сражение через любовь Божию. Сражение через любовь Божию. Аллилуйя. И в этом сражении самая удивительная, хорошая новость наша, что это сражение уже совершилось. Что все совершено, что Иисус совершил победу уже, что у нас уже есть одна победа. Да, мы за ценой не постоим, но цена уже уплачена самим Богом живым, уплачена великая цена. Кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Поэтому мы смерть Господню возвещаем, как величайшую победу. Милана, да, за историю сегодня есть над чем, да, ну, подумать, да, безусловно, да, поразмыслить, помолиться о чем. Меркуваты, меркуваты, да, украинское слово меркуваты. Аллилуйя. Дякую, дякую, Широ, дякую. Благословен Господь, благословен Царь наш, благословен Спаситель наш. Аллилуйя. Аллилуйя. Это сражение начал Иисус через любовь, слава Иисусу, аминь, аминь, простого вида, аминь, аминь. И я пример обычно привожу такой, нашего сражения. Представьте, друзья, вот, допустим, еще идет война, вот, допустим, Вторая мировая. Гитлер там еще наглеет и, как бы, вот, завоевывает страны. А мы сидим в окопах, как бы, значит, и нам кажется, все плохо, проигрываем порой. Кажется, что враг силен, а мы бежим. И, представляете, вдруг нас забирают каким-то образом, да, сверхъестественным, из нашего окопа. И показывают нам будущее. Парад победы. Фашистские знамена бросаются уже на пол, поджигаются все. Вот это да. И ты снова возвращаешься в окоп, и ты понимаешь, ты уже сам.